Председатель партии коммуниста Владимир Воронин требует проведения досрочных парламентских выборов, заявляя, что выборы 30 ноября проходили недемократично и были сфальсифицированы. Скорее всего, мы в ближайшие дни проведем пленарное заседание Центрального комитета ПКРМ, на котором подведем итоги этих выборов. И сразу же после этого пленарного заседания будет принято решение о начале подготовки к досрочным парламентским выборам. В то же время председатель партии коммунистов потребовал отставки всего состава Центральной избирательной комиссии, подчеркнув при этом, что глава Центризбиркома Юрий Чокан должен быть привлечен к уголовной ответственности, потому что сыграл на стороне партии власти, в частности, на стороне Демократической партии Молдовы. Естественно, что мы опротестуем решение Центризбиркома в Конституционном суде. ЦИК на протяжении этой предвыборной кампании сыграл партию, написанную в офисе Демпартии, игнорируя все протесты оппозиции. ЦИК создал неравные и незаконные условия для электоральных конкурентов, принимая решения лишь в пользу партий, находящихся у власти. Таким образом, мы предлагаем отправить в отставку нынешний состав Центральной избирательной комиссии целиком, а также требуем привлечения к уголовной ответственности председателя ЦИКа Юрия Чокана. Несмотря на то, что председатель партии социалистов Игорь Дадон выразил о своей готовности сесть за стол переговоров с партией коммунистов для диалога о создании коалиции, председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил, что руководимое им политформирование в парламенте не будет создавать коалицию ни с одной из партий, потому что ни одна из прошедших партий, по мнению Воронина, не защищает национальные интересы Молдовы. Абсолютное большинство людей, проголосовавших на нашем сайте, 95%, выразили уверенность в том, что выборы в Молдове не были демократическими. Депутат парламента, представитель команды партии Патрия Григорий Петренко заявил, что день выборов и предшествующая ему предвыборная кампания является, цитата, «самой настоящей профанацией демократии всего избирательного процесса». Конец цитаты. Об этом Петренко написал в социальных сетях, подчеркнув, что в данной связи, цитата, «надо требовать отставки ЦИКа и проведения новых выборов, потому что гражданам страны продемонстрировали, что не они решают свое будущее, а за них решают несколько лиц, возомнивших себя кукловодами и вершителями судеб». Конец цитаты. Результаты этих выборов признавать нельзя. Снятие Патрии с выборов за два дня до голосования, сбой электронного регистра избирателей, позволивший множественное голосование, участие в выборах до июря несуществующих партий, коммунисты-реформаторы, издевательства над гражданами Молдовы, работающими в России, некоторых лишили права голоса. Всего этого уже предостаточно, чтобы выборы были объявлены недемократичными, несвободными и несправедливыми. Петренко подчеркнул, что предварительные результаты голосования демонстрируют, что, цитата, «даже со всеми махинациями в избирательном процессе большинство граждан проголосовали против партии власти». Сегодня уже ясно, что Патрию снимали, чтобы так называемым проевропейским партиям в результате перераспределения досталось три пятых потерянных голосов, а оппозиции – две пятых. Если бы Патрию допустили до выборов, то распределение так называемых потерянных голосов между партиями власти и оппозиции было бы в пропорции 50 на 50, а это означало бы однозначное поражение действующей власти. Как подчеркнул парламентарий, партия власти по предварительным подсчетам каждая в отдельности набирает меньшее количество голосов, однако в результате перераспределения у них большинство мандатов в парламенте. Именно поэтому предлагаю всем оппозиционным партиям не признавать результаты этих выборов и требовать проведения новых. После всех нарушений, махинаций, цикл и беспределов отношений оппозиции эта власть не может быть легитимной. Партия Патриота Молдовы считает, что прошедшие 30 ноября парламентские выборы являются узурпацией государственной власти в стране и расценивают их как неконституционные и недействительные. Об этом заявил представитель Партии Патриота Молдовы экс-министр безопасности Анатол Плугару. Выборы 30 ноября 2014 года являются прямым следствием узурпации государственной власти, произошедшей в 2012 году. Мы не признаем эти выборы. Парламентские выборы, прошедшие 30 ноября, были сфальсифицированы с беспрецедентной и невиданной до сих пор наглостью. В данной связи представители Партии Патриота Молдовы подчеркнули, что власти Молдовы нарушили фундаментальные права наших сограждан, проживающих за рубежом. В частности, право избирать и быть избранным, а также право на прямое участие в делах страны. Порядка миллиона граждан Молдовы исключили из избирательного процесса. Большинство из них проживают в Российской Федерации, на территории которой должно было быть открыто как минимум 300 избирательных участков для 800 тысяч наших сограждан. А вместо этого власти открыли лишь 5 участков. Таким образом, с невиданным цинизмом в одночасье были нарушены фундаментальные права третьей населения, прописанные в Конституции Молдовы. И это происходило в условиях, когда Россия была готова предоставить в распоряжение властей Молдовы избирательные участки, на которых обычно голосуют граждане России. Исключение из предвыборной кампании политической партии Патрии является нарушением прав избирателей страны, которые хотели проголосовать за данное политформирование. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат в депутаты Анатол Плугару, уточнив, что нынешняя предвыборная кампания неконституционна. То, что произошло, то, что происходит в течение последних пяти лет, то, что произойдет завтра и послезавтра, является абсолютным блокированием демократического процесса этой криминальной и узурпаторской властью. Ничего подобного в нашей стране никогда не было. Снять с выборов человека, снять его партию, оставить десятки тысяч человек посреди дороги, нарушить самым грубым образом их права, такого я еще не видел. Эта предвыборная кампания является неконституционной изначально. В то же время кандидат в депутаты Федор Гелич заявил, что правящая коалиция грубо нарушила закон, исключив из предвыборной гонки партию Патрия. Сегодня я еще раз повторяю и пришел к выводу, что Молдова захвачена глубоко криминальной бандитской структурой. Сегодня у молдавского народа отняли все. Судя по вчерашним событиям, когда одну из партий снимают с предвыборной гонки, я сейчас не защищаю Усатого, я сейчас защищаю себя и всех избирателей, кто дал право у нас отнять право выбора. Представитель политической партии Патриоты Молдовы, экс-министр безопасности Анатол Плугару, направил запрос в Центральную избирательную комиссию с требованием аннулировать решение Центра избиркома об открытии избирательных участков за пределами Молдовы. Таким образом, в данном случае императивные обязательства, четко определенные и прописанные для обеспечения нормальных условий для осуществления упомянутых политических прав, имеет не только Молдова, но и Российская Федерация. Исходя из этого, налицо обязанность молдавских властей сотрудничать по этому вопросу с Россией. Власти Молдовы, а также Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, а также правительство обманным путем уклонились от выполнения этих международно-правовых норм. В данной связи благород уточню, что исходя из количества наших сограждан, проживающих и работающих на территории России, которая по разным данным варьирует от 500 до 800 тысяч, открытие всего пяти избирательных участков является издевательством со стороны руководства Молдовы над своим народом. О какой политической воле мы говорим, если не были созданы необходимые условия для того, чтобы в парламентских выборах смогли принять участие от 500 до 800 тысяч наших сограждан, находящихся на территории Российской Федерации. А если учесть еще и тех людей, которые проживают на левом берегу Днестра, вы нарушили право порядка одного миллиона человек, то есть более трети населения с правом голоса. Получается, что власть, избранная в таких условиях, не является ни репрезентативной, ни законной. Подводя итог, Анатол Плугару подчеркнул, что ждет объяснение от председателя Центризбиркома относительно нефункциональности электронного регистра избирателей, а также о решении об открытии на территории Российской Федерации всего пяти избирательных участков. Патриоты Молдовы констатировали, что любое из перечисленных ими нарушений в отдельности является достаточным основанием для непризнания действительности парламентских выборов.